при подношении пищи богу очищает карму расскажите о нем пожалуйста как правильно делать этот обряд есть в европейских условиях и если ешь один спасибо смотрите вся особенность любого обряда заключается в понимании энергии огни помните рассказывал на прошлом своем вебинаре я говорил что савитур это та энергия ли те события которые происходят вокруг человека тело наше это своего образа жена савитура а внутренняя жизнь человека это огонь савитура который называется огни когда человек живет то в случае если он живет и делает осознанно жизнь виде преподношения то есть не просто есть еду говорит это для моего тела любимого для моей жизни и делает такое преподношение себе то такая еда является преподношением для энергии огни а если человек делает преподношение для родственников то он делает вот такие движения пальчиком говорит я вспоминаю свою родню пусть покоится с миром мы о них думаем только хорошо таким образом вы делаете преподношение своим предкам далее по поводу преподношения пищи богу то есть и такие обряды но здесь нужно просто понимать преподношение пищи богу является неким обрядом благодарности которая связана с тем что целый целую неделю человека за человеку помогает бог а в последние субботу или воскресенье бог выпивает или бог преподносит вернее человек преподносит богу обряд такой происходит следующим образом разжигается огонь призывается савитур мантры савитур и такой обряд называется ягья или яджья и если вы не знаете как его проводить то проводить его специально я вам не советую все о ритуальной культуре о проведении ритуалов обрядов всевозможных преподношений духов там долгов и так далее я даю на своем семинаре который называется обрядовая магия и там есть обрядовая магия двухдневный семинар мастер класс где вы можете ознакомиться о всех видах ритуальной культуры как делать ритуальный алтарь каким образом ли почему они бывают квадратные круглой формы как делать ритуалы в домашних условиях как преподносить еду не еду как там общаться с этими энергиями и все остальное все только там